То, что я делаю, мои принципы, мои открытия научные, общественные, они очень важны для всех, и чтобы я в этом смысле тоже имею какую-то выгоду, не в смысле известности собственной, а чтобы жить в обществе психически и умственно здоровых людей, которые не верят в религиозные бредни, которые не слушают пропаганду коррупционеров государственных и так далее, это очень важно. И в то же время, кто не слушает каких-нибудь фанатиков, авантюристов типа Навального, вот это очень важно, который сегодня стал, он не смог стать тараном, он не смог снести Путина, вот он смог стать только бузатером, который сажает людей, себя и людей. Поэтому школьники должны заниматься чем? Должны заниматься читать, гулять, познавать мир, изучать мир. Только когда вы поймете вот этот мир, изучите, тогда вы можете принимать какие-то решения. И ведь эти протесты, это взять на себя, чем разбить, неважно, машину, там, каску, забор, витрину, вы сначала что-нибудь, вы имеете право что-то разбить, матерное слово пропускаю, только когда, опять пропуская матерное слово, вы что-то сначала сделали, иначе вы просто подонок и дерьмо собачье, если вы разбиваете, ничего не создав. Вот честно, грубо, но честно. И вот не будьте шкалотой, которую ведет этот дебильный кукловод, да, вот с такими зубками и с таким сморщенным, такой худой Ельцин, да. Навальный – это Ельцин в облах. О, Навальный – это Ельцин в облах. Значит, будьте школьниками. Ну, тоже не король Людовик XIV, но школьники – это те, кто в этом возрасте познают мир, читают, влюбляются в красивые, изучают музеи, изучают природу. И как таким, как бы, ну, саму природу вот научно, да, и природу познают еще эмоционально. Вот это очень важно. И тогда вы не будете рабами, не будете ведомыми, а вы будете вести. Знания вам дадут такую свободу и силу, что за вами будут идти, и вас не обманут, а не вы будете за кем-то бежать, роняя тапки и прочее. Вот так вот, вот примерно так. А я сказал, что если вы хотите, действительно, гнилой режим, что там говорить, да, но растекточьте, растекточьте и везде, в ВК, и везде, и не только мою книгу, да, но и ролики, где я борюсь с ложью пропаганды государства, на которой режим держится. Он, режим держится не на ОМОНе, режим держится на религиозной пропаганде, на пропаганде выдуманных, так сказать, побед в таких, как бы, так сказать, военных конфликтах, которые мы уже сами, извини, так или иначе спровоцировали, либо иногда даже начали, и столько погубили миллионов бездарно, сколько враги у себя не погубили, и так далее, и так далее. А родители вашим обманывают, что, ладно, мы воруем, воруем, но зато мы здесь едины, зато не те, а мы тут здесь, понимаешь, вот это тут здесь. Вот это тут здесь надо выбить этот фундамент. Только на этом держится режим, а не на ОМОНе. ОМОН сдаст, ОМОН сам может вполне повернуть эту самую дубинку в другую сторону, и, кстати, повернет, я так думаю. Вот, но это, кстати, не поможет, потому что найдутся другие, а те еще и простят, и переродится. Вы знаете, вот Навальный, а чем, объясните мне, вот вы школьники, или там, школьники хорошие, школота плохая, а найдите 10 отличий между Навальным и Путиным. Это действительно, смотрите, ну вот базовая духовность, да, Путин декларирует, что он верующий. То есть он не просто декларирует, но он, ну, ну, просто вот, ну, я не знаю, ну, там все пропитано православием. Помимо того, что он встречается постоянно с главным раввином, главным муфтием, у них там дружба народов и так далее. То есть все вместе он член КПСС, при этом КГБшник, при этом православие, хотя именно чекисты восстанавливали патриарший престол в пику Гитлеру. Короче говоря, Навальный весь из себя тоже, ну, у него нет таких возможностей, особенно по монастырям, но он говорит, что он пост соблюдает, и он православный, и ходил к покойнику Чаплину, значит, который сдох, этот вот такой Боров был, есть борщ, что тоже духовность такая, да, так. Навальный придет на ваших горбах на то, что вам будут морду разбивать ОМОНовцы, и правильно сделают. В Кремль, если его не прибьют, приведет. Первое, что он сделает, он запретит говорить правду, что Бородино – это поражение русской армии. Первое. Если еще Путин официально в речи сказал, что историки говорят, что нерешенный, есть разные мнения историков, еще нерешенные, да, может быть, ничья. Это официальная речь Путина, кстати, на Бородинском поле. И как бы позволяет и то, и то, то Навальный просто, он другого характера, это вообще, вот реально, он будет подписывать расстрелы прям в секунду. Значит, он запретит точно это, а религия так же будет, так же, а какая разница? И его, этого ГОП-компания, она просто заменит озеро. Вместо озера будут эти его шизики, которые сейчас из-за границы призывают вас идти превращаться в фарш. Вот все. Напоминаю, 6 февраля состоится уникальная онлайн-лекция. О Гитлере, Сталине и Черчилле. Подлинная история о детстве, юности и взрослении трех акторов мировой войны. Евгений, тема ядерная, тема актуальная, тема острая. Да, тема ядерная появилась чуть позже, и мы все это украли у этих самых, у немцев, у врагов. По поводу ядерного и по поводу лекции. Действительно, вот как три человечка, ребенка Гитлер, Джугашвили и Черчилль, вот как они стали тем, кем они стали? Откуда появились идеи, как они в них ползли? Почему они смогли? Почему они, а никто это другой? Самый важный вопрос. И почему именно туда? Вот эти штуки, эти вопросы, которые сегодня, я думаю, самые актуальные, потому что мы вляпались в то же самое. Мы умудрились через сто лет вляпаться в то же самое. Благодаря, кстати, тем же ребятам. И это надо понять. И 6 числа, я надеюсь, без сильной слежки Лубянки, потому что там все-таки надо покупать какой-то билетик, эту лекцию я вам озвучу. Но самое важное, вы должны все на ней быть. И знаете, очень тихо, знаете, никому. Вы будьте и никому это не говорите. То, что я вам скажу 6 февраля. Продолжение следует...